мир всем всем добро здоровья что-то подсказывает мне что наверное последние у нас выезды на лыжах закрываем сезон потому что даже сейчас уже плюсовая температура на улице это вот немножечко ветерок потрепал наши буквы тут флажки но это нормально у нас тут ветра были сильные на дворе стоит март 17 марта сегодня прощенное воскресенье проедемся по нашему маршруту здоровья еще раз пока есть возможность как говорится насладимся природой и хорошей погодой как-то тяжеловато идти по снегу потому что в этом немножечко как бы прилипает ну чуть-чуть совсем к лыжам ветра практически нет впереди уже пацаны проехали сейчас по их нему следу идем а вон они пацаны на горизонте считай догоняем их потихонечку сейчас ускоримся и догоним вот они соколики идут в одном дорогу пробивают я говорю что так долго оказывается тяжело идти первая пропорция ну это заодно тренировка такая сегодня заговелись и вот чтобы как говорится не потолстеть сразу разгрузочка небольшая так мы потихонечку едем опять ехать очень тяжело снег какой-то такой промежуточное состояние вроде и не липки особо и вроде и тяжело идти как-то цепляется за лыжи это наша небольшая достопримечательность остановились возле нее маленький медвежонок на дереве вот такая какая-то шишка ну шишка уже старинная столетняя все тут уже вот она уже труха прям уже этот видать дятлы и и долбит вот сегодня хотелось бы о многом поговорить или прощенное воскресенье вот и как бы не в осуждение конечно но вот будет присутствовать такой эффект в этот день именно в этот день понятно что некая традиция просить у всех прощения даже просто просто традиция да вот страна православная и там люди которые верят и как бы особо не особо себя относит вот но все равно шлют картинки там какие-то стежки и хорошие вот и очень легко я говорю всегда отсылать какую-то там картинку или просить прощения у человека которого ты ну ты там сто лет ты с ним не виделся он живет на другом краю там нашей страны вот это мой прости меня ради христа ну понятно дело чё ты его никогда не видел там или сто лет уже вы не виделись там вы никакого отношения с ним не имеете понятное дело очень легко простить или или очень легко бросать фразу в толпу простите меня чем обидел вот так вот кинул в толпу все кто кому чё прости то есть ну такой некая лицемерие лукаста некоторые те которые шлют картинки как бы возможно они скорее всего многие делают это не не со злобы не там не с каким-то лукастом а просто ну потому что вот потому что вот там была масленица и все слали картинки там с блинами на самом деле ну кто-то это осуждает а как бы с другой стороны но это лучше чем например там все будут пересылать картинки с какими-нибудь там матерными словами там с какой-нибудь похабщиной вот лучше уж там какой-то стишок про то чтобы попросить прощения вот такое прощение надо просить конкретно у того человека которого ты обидел вот а ты знаешь в любом случае если ты не знаешь ну сядь посиди там возьми листочек ручку напиши вспомни хотя бы за год хотя бы за вот а может быть там и и не не один год а может быть два-три года назад вот и это будет действительно правильно действительно по-настоящему по-христиански есть говорят на афоне у монахов такой обычай если например два брата поссорились это же жизнь это и люди понятно как-то повздорили между собой и вот там приняли такое правило ну где-то там в каком-то монастыре или я не знаю где это слышал проповеди одного священника значит говорит когда читают молитву отче наш они там не читают как там и прости над должником нашим якожи мы прощаем прости грехи наши якожи мы прощаем должникам нас то есть они читают так не прощай нам грехи наши потому что и мы не прощаем вот и это своего рода такой стимул для тех кто значит ну живет во вразде или поссорился вот и чтобы как-то помириться и вот нормально вот эту иисусу молитву читать это молитва и очень а говорят это маленький это краткий пересказ евангелия вот то что настолько такая главная молитва там все все сосредоточено буквально вот таких сокращенных понятиях вот поэтому лучше всего вспомнить кого ты конкретно обидел не просто размазано еще раз говорю от человека которого ты обидел чем-то оскорбил как-то там не знаю там чё сделал клеветал и так далее вот и попросить прощения почему зачем это нужно христос сказал в евангелии что когда ты придешь приносить жертву богу то есть переводе на нынешний момент ты придешь причастию и ты вспомнил что брат на тебя что-то имеет брат не ты даже что там брат на тебя что-то имеет и ты должен оставить жертву твою и пойти примириться с ним вот это нужно в первую очередь для человека чтобы причастие вот это не было в осуждении многие люди теша себя уже не один год ну просто причащаются в осуждение реально вот но бог милостивый не то чтобы там причастился вот если было бы так так вот с божьим ковчегом ветхом завете человек там один решил поправить ковчег ехал там на валах и там чуть-чуть наклонился он решил поправить чтобы не упал бог его сразу убил вот если бы господь сразу убивал бы то наверное ситуация была абсолютно другая но сейчас не ветхий завет мы живем в новом завете вот мы не живем сейчас ветхому завете по ветхому завету мы не живем мы живем по благодати иисуса христа вот и то есть у нас тут совсем все по-другому но ветхий завет это для нас образы чтобы мы не были походливы на злое поэтому обязательно надо попросить прощение искренне не просто попросить прощение это первая ступень попросить прощения второе привести достойный плод покаяния как сказал иоанн креститель то есть исправиться иоанн златоуз говорит если ты был алкашом что ли там или как выпивохой то говорит теперь когда ты пытаешься исправиться там попросил прощения тому господа или как старайся меньше даже воду пить если ты раньше был вором теперь раздавай то есть вот они конкретный показывай своей жизнью конкретной плоды вот на бывает так что просто типовой прости не ради христа ну ладно бог просто это человек как как был такие и остается таким же то есть ничего в нем не изменилось поэтому обязательно не просто сказать прости то есть это первый шаг, первая ступень. Говоришь прости человеку, значит ты осознал. Осознание это первая ступень, очень важная ступень на пути к исправлению. А вторая ступень уже ты своими делами непосредственно, потому что Христос сколько по плодам их узнать. Вот принеси достойный плод покаяния, чтобы было видно. Вот так. Это то, что я хотел сказать про прощенное воскресенье. Оно сегодня, кстати. Поехали дальше. Опять доехали до, ну как сказать, это не назовешь уникальным местом, потому что уникальное все-таки это что-то вот такое. А это просто вот интересное место, то есть интересное дерево, которое я уже показывал, потому что оно растет весьма интересно. Как-то вот в бок ветки пошли, а молодые побеги стали идти вверх. Слава Богу, очень приятно где-то, что мы, как говорится, перевалили все к весне. Наступил март, мы пережили эту зиму, потому что ну все по погоде вроде как смотришь там уже какие-то плюсы начинают идти. Вот вся наша деревенская суета летняя, вот она интересна. Собственно все циклично, все по кругу. Начнется сейчас со сбора березового сока. Березовый кленовый. Сначала я кленовый собираю. Ну буквально, наверное, вот на предстоящей неделе уже буду ставить точки, потому что кленовый сок, у него интересная особенность, он идет когда днем плюс, ночью минус, обязательно чтобы была солнечная погода, чтобы ветра не было, то есть вот такие моменты. Если вот что-то там пасмурно не так, сок кленовый не идет. Кленовый сок, он по-своему как бы вкусный, полезный, там можете в интернете даже посмотреть полезные свойства, там янтарная кислота, что-то еще там есть, в отличие от березового. И у березового также, мы знаем, что он полезный, там и почки промывает, и весь организм там всякие шлаки выводит и так далее. Слава богу, зиму пережили. Зима как некий такой, ну в деревне у нас тем более, где дорог нету, в такое время некого типа анабиоза что ли, когда вот, ну как-то, как-то все снегом занесло, понятно, это не лето, где там огород, что-то ты там каждый день суетишься. Такого нету, есть просто сарай, хозяйство там и потихонечку так движешься. А сейчас весна, прилив сил, во-первых, день стал больше, вот это ну как бы очень прям радостно так, вот. И само такое состояние приятное, во-первых, приятно жить на природе в деревне, вот это, ну это как бы я говорю сейчас к слову, к слову о плюсах жизни на земле. Приятно жить, значит солнышко пригревает, снежок, погода вот эта вот. Сейчас начнут, уже начали прилетать птицы, но пока вот первые, я только видел галок, вот они самые первые прилетают. Потом, по-моему, за ними грачи и потом постепенно ходишь, ходишь, раз смотришь, о, коршуны прилетели. То есть вот так вот как-то, ну без объявления, без всякого, раз потихонечку одни прилетели, вторые, третьи, потом уже там в мае ближе смотришь, там ласточки прилетели. Вот. И так же все улетают, как говорится, ну незаметно осенью. Смотришь, раз, о, там одни птицы пропали, ласточки вот летали, еще щебетали. Бах, смотришь, нету, тоже улетели все. Вот. Поэтому, слава Богу, приятно, что мы прожили эту зиму, Бог дал силы, там не замерзли. Вот. Ну, было, были морозы, у нас были дрова, у нас был уголь, все, слава Богу, все это дело пережили. Потому что все-таки живем в Сибири, и у нас, ну, большая часть, так скажем, все-таки такого холодного времени, чем, ну нежели теплого. Вот. Поэтому мы все лето как бы готовимся к зиме. Что-то заготавливаем, что-то там заготавливаем в плане дров, там, заготавливаем в плане еды, там, каких-то солений. Вот сейчас вот Великий пост наступает, пост такого некого очищения духовного и телесного, вот, что тоже не может радовать. Поэтому всех поздравляю с наступлением Великого поста. Желаю, значит, всем крепости духовной и физической. Всегда, когда потрудишься, очень приятно встречать праздник. Потому что, ну, как бы, такое время поста, такое, как бы, не то чтобы время уныния, а, ну, такое, как, ну, не черное, что ли, вот, как бы это объяснить-то, такое, типа, тяжелое время, как бы, испытание, но всегда есть радость, потому что мы знаем, что впереди, впереди воскресение Христова, самый главный праздник, что Христос воскрес, все, и вместе с этим даровал нам жизнь. Вот, это очень приятно, это не может радовать, и это всегда поддерживает нас во всем. Вот, поэтому мы радуемся и желаем всем тоже радости, духовной, духовной, телесной, радуемся природе, которая вокруг нас здесь, вроде там, ну, ни горы, ни реки, ни там, ни, ни какие-то эти кедры, вот, ну, это по-особому тоже, и пальмы тоже по-особой красоте, вот, а мы люди, выровшие из Сибири, привыкли к березам, вот, для нас, вот, ну, лично для меня, да, вот, там, чтобы обязательно были вот березы, потому что, наверное, без них будет очень, ну, как-то тяжко, вот, привыкли же все, к красоте такой. Так что у нас каждый сезон, каждый сезон по-своему интересен, вот, в нашей деревне, вот, например, сегодня, в последний день выборов, к нам выборная комиссия приезжала, дорогу пробили, вот, у нас нету такой, ну, прям нормальной дороги, в плане, ну, насыпной, вот, сделаны так, чтобы можно было круглогодично чистить. Есть просто полевая дорога, которую, вот, например, комиссия приехала, прочистила, даже этот, сначала первый раз приехал Кировец, прочистил, а выбор из завтрашнего дня начинается, и завтра уже УАЗик не смог приехать, значит, с людьми, которые, ну, вот, все это дело устраивают. Почему? Потому что дунул небольшой ветерок, а может быть и большой был, я сейчас не помню, ну, какой-то был ветерок, и все, дорогу перемело, там, в каких-то местах, например. Пришлось опять вызывать Кировец, опять он пришел, пробил, уехал, тогда уже этот УАЗик с людьми приехал, выборы провели, уехали, и, по-моему, в этот же день опять подул ветер, и все, и потом люди вот тоже там что-то пытались, а все, уже опять дорогу перемело. Поэтому, ну, там, кто-то спрашивал, типа, почему дороги не чистят? Ну, потому что нету в этом смысла. Ты будешь чистить, а за тобой, если вот ветер, уже будет заносить. Ну, а чистить это достаточно дорого, вот, даже вот у нас тут до трассы, то есть это, ну, это приличный, приличный денег, то есть нужна конкретная капитальная дорога, которая, ну, высокая насыпь, где там, ту дорогу тогда еще можно будет чистить, вот. Но такая насыпь стоит миллионы. Мы как-то писали обращение уже, вот, и это, ну, деревня как бы особо и наша ничего не представляет из себя, поэтому сколько тут, 20 человек, наверное, да, ну, поэтому так, чтобы власти там раскидывались миллионами, я думаю, нет, думаю, такого не будет. Вот, может быть, когда-нибудь Россия, ну, как бы, станет еще там, как-то богаче еще в это. Может быть, когда-нибудь, то ли от этого будет зависеть, то ли от того, что мы все-таки начнем развиваться в нашей деревне, а не так просто, что вот, ну, типа, 30 лет прожили, и все, и никого нету. Конечно, я уверен, что даже вот, ну, я просто представляю, будь я, например, на месте властей, ну, зачем вкладывать деньги туда, там, где все загибается, все затухает, ничего нету. Это естественно. Вот, поэтому, ну, в первую очередь, наверное, все будет зависеть от нас. Если мы покажем, что мы на что-то способны, что мы что-то можем, покажем какое-то движение к развитию, и это будет реально видно, не просто в словах, вот, мы, мы, я, я там, а вот конкретно, вот в словах, вот, все видно, вот они, люди, молодежь там и так далее, вот, создадим какую-то привлекательность, вот, тогда, тогда, может быть, может быть, власти что-то и сделают, потому что, в принципе, ну, в масштабах страны, там, какие-то миллионы, я думаю, это, немного совсем, вот, то есть, для частника, да, там, это много, может быть, а для, для государства, как бы, ну, в этом, во всем должен быть смысл. Ну, что ж, едем дальше. Так, мы пошли на второй круг, вот здесь интересно какое-то место, как это, как в трубу, ветер, прям, дует, вот даже ветра нету, вот сейчас ветра нету, все равно, вот, чуть-чуть вот колышет, и как-то стоять это не очень, ну, как-то зябко, прям, это продувает, поэтому, поедем еще прокатимся, уже приятно ехать, синячки по весеннему уже, это, поют, то есть, прям, ну, все, прям, уже, прям, весеннее настроение такое радостное, вот, и, ну, дай бог, помоги, Господи, нам в этот новый сезон летний, вот, войти благополучно, придешь, тут новые интересные дела, проекты всякие там, вот, ну, летом, всегда, в принципе, интересно, как-то, поинтереснее, чем зима, все-таки и огород, и зелень, ну, и тепло, понятно, все, поехали, все, поехали.